Двусторонний рак почки По данным разных авторов, эта патология редкая, встречается примерно от 2 до 6%, в нашей клинике по подсчетам 4,2%. Если говорить о том, как действовать в таких случаях, очень существует несколько моментов, которые обсуждаются до сих пор. Некоторые ученые рекомендуют начинать поэтапно с большей опухоли, другие с меньшей опухоли. Некоторые акцентируют о том, что у пациентов уже имеющиеся патологии хронической почной недостаточности рассматривать, стоит ли вообще делать эти операции. Также обсуждаются методика подхода, каким способом выполнять данные операции, также зависит от размеров. То есть все эти обсуждаемые моменты обсуждаются, решаются, и каждый рекомендует что-то свое. В исследованиях Нью-Йоркского института были выявлены такие моменты, что при вынужденных нефротомий, с одной стороны, у этих пациентов довольно-таки снижалась общая онкологическая смертность, и не снижая онкологические показатели, пациентам, в конце концов, рекомендуют, несмотря на размеры образований, рекомендуют все-таки органосохранные операции с обеих сторон. На слайде мы выделили как более часто встречаемые исследования и клиники, которые все-таки рекомендуют что-то со своей точки зрения. Например, в клинике Майо рекомендуют однократные транспертониальные операции с обеих сторон. В данном исследовании были включены пациенты с опухолями до 5 сантиметров. В клинике Клевеланда операции рекомендуют поэтапные и начинают сначала оперировать с менее пораженной опухоли. Андерсон рекомендует в зависимости от стадии. Если стадии похожи, то начинают с более легкой технически выполнимой этой операции. Если же стадии отличаются, то начинают оперировать с более высокой стадии. Армейской клинике, например, Китае рекомендуют поэтапные ретроперитониальные операции во всех случаях и считают, что это данный способ, который точно так же выполним. Но пациенты имеют большее функциональное сохранение в послеоперационном периоде и быстрый послеоперационный исход. Данное исследование показывает о том, что на протяжении нескольких лет исследований рекомендуют выполнять поэтапную резекцию органосохранной операции, но с большей опухолью, с большим размером, считая, что этот же самый поэтапный момент, который определяет между операциями в месяц и полтора, может быть как период прогрессирования и метастазирования опухоли. То есть они считают, что эту часть опухоли, более прогрессивную и большую, и в большей стадии, нужно убрать первым этапом. В Туринском университете акцентируют на то, что очень большую зависимость определяет дооперационные диагностические моменты. И если мы имеем такие возможности, как в 3D-реконструкции, моделирование опухоли, и хирург имеет возможность знать более точные расположения опухолевых узлов, что у этих хирургов, в конце концов, больше положительных результатов и исходов органосохранных операций в данном случае было больше, в отличие от той части хирургов, которые не владели этой информацией. Одно из исследований, которое акцентировало на то, что одновременная нефректомия приводит к таким же функциональным результатам, к таким же переоперационным осложнениям и таким же исходам онкологических показателей, и акцентирует на то, что в данном случае определенно стоит выполнять операции в сравнении с тем, что имеют такие же проценты осложнений одновременно. И в этом исследовании были включены пациенты с опухолями до 7 см с одной из сторон. По данным ученых Института Герцена, также определены хорошие результаты, в исследованиях с хорошим безрецидивным показателем до 75% и 82% в общей выживаемости. По данным Института Блохина, определялись очень много показателей и выявили о том, что, конечно же, неблагоприятным фактором имеют все-таки размеры опухолей, и пациенты старшего возраста, имеющие большие размеры, 7 и больше сантиметров, являлся одним из нехорошим факторов. И 5- и 10-летняя общая выживаемость у пациентов была ниже у тех, которые имели сопутствующую гипертоническую болезнь. В данном случае мы показываем пациентов клинические случаи, когда определялся двухсторонний синхронный билатеральный рак в стадии Т1а. Т1а – это тот случай, когда нами была выполнена лапароскопическая резекция с удалением сначала опухолей, которая располагалась всё-таки по той части почки, к которой можно было дойти ретроперитониально. Мало того, у этого пациента было много сопутствующих патологий, это сахарный диабет, ещё была подагра. Это был пациент, у которого уже имелись признаки ХПН вялотекущего. То есть это тот пациент, с которым с очень большой осторожностью мы его вели. И следующий этап – это интероперитониальный доступ, когда точно так же радикально был удалён этот опухолевый узел. Это дооперационная и послеоперационная картина следующего больного. Синхронный билатеральный рак в стадии УЖТ-3 с одной из сторон. Имеется большое образование правой почки, небольшое образование с левой стороны. В нашей клинике рекомендуется, мы считаем, что удобнее выполнять сначала меньшие объёмы опухоли, то есть малые опухоли, тогда, когда хирург, идя на эту операцию, понимает, что любая резекция почки может, в конце концов, закончиться нефректомией. Поэтому при выполнении резекции на меньшую опухоли мы имеем больше шансов, и значение того, что эта почка будет сохранена. В последующем при нефректомии с противоположной стороны, при резекции, даже если выполнить нефректомию, при неудаче органосохранной операции мы имеем хорошую восстановленную почку, которую уже прооперировали, с которой он будет жить без гемодиализа. Это интероперационная картина этого пациента, которая была выполнена поэтапно, резекция, открытым путём, потому что уже опухолевые узлы были большие, нами чаще всего двухсторонние процессы оперируются открытым. Ещё и почему? Потому что действительно пациенты подходят, к сожалению, уже с опухолями более объёмных размеров, больших размеров. Это МСКТ-картина после операции. Мы снизу видим, как участок покрытый жировой тканью после резекции, правые почки и левые почки сверху, а также картина видна. То есть состояние после операции с двух сторон. Данный случай, уже более сложный случай, это метахронный двусторонний рак почки, у которого в анамнезе была нефректомия. Пациент пришёл через три года после операции с огромной опухолью, с инфильтрацией в чашно-лоханочную систему, с гематурией. И пациенту другого выхода, как сделать резекцию, не оставалось. С осторожностью, с выделением почных сосудов выполнена резекция патологического участка почки с ушиванием дефектов. Макропрепарат мы видим типично почно-клеточный рак. И этот пациент после операции мы видим через два года, через, получается, ещё через два, через четыре года после операции, этот пациент без признаков рецидива, с одной почкой, без гемодиализов, под присмотром нефрологов, которые довольно-таки акцентируют того, что, скорее всего, этот пациент был уже приспособлен к тому, что с малой частью почки он прожил длительный период. И восстановительный период у этого пациента был несложным. Наверное, это картина, одна из картин, с которой сталкиваются некоторые хирурги, когда сложный процесс с обеих сторон. Казалось бы, если бы это был односторонний рак, то выполнить надо как с левой стороны нефротомию, так и с правой стороны при одностороннем процессе. Несмотря на это, выполнена резекция. Сначала мы пошли на левую почку и выполнили резекцию той почки, при которой возможно оставить вот этот нижний сегмент, чтобы у пациента в будущем была возможность идти на противоположную сторону. Мы видим ход операции на фоне холодовой ишемии с пережатием сосудов почных. Мы видим, что буквально на сухом ложе работаем. Огромная опухоль, которая помещается буквально в ладонь, размеров очень большая, с выделением, с осторожными техническими моментами, с выделением мочеточника, с выделением аккуратно почных сосудов, с пережатием. Работали очень быстро. Несмотря на риски послеоперационной, другого выхода не было. Пациент после операции довольно хорошо вышел. Пациент без гемодиализа. У пациента признаки первой степени ХПН, с которыми он живет на фоне специфической сопроводительной терапии. Мы видим ложе резоцированной поверхности покрыто жиром и макропрепарат, огромный макропрепарат резоцированной почки. После выполнения нефректомии мы видим картину послеоперационного периода. С правой стороны почки нет, с левой стороны почка резоцированная, нижняя часть почки сохранена через год обследования без признаков рецидива. Это показатели наших операций. Всего была операция выполнена 110-56 пациентов. В основном это были почечноклеточный рак со светлоклеточной интерпретацией клеточной. И саркоматоидных не было. Единичные были, папиллярные и хромофобные. Адена ангиомиолипома была у трех пациентов с одной стороны. То есть с одной стороны был рак ПКР, а с другой стороны это была ангиомиолипома. И выполнялась все равно резекция с обеих сторон. По показателям в основном это были первые стадии, вторая стадия и третья стадия уже до 10% случаев. Число местной рецидивы единичные 2 пациента. Метастазирование обратились 5 человек. Число погибших было 6 в течение этого периода наблюдения. Медиана наблюдения у нас была в среднем 41 месяц. И хотелось бы сказать, что в основном все эти пациенты имеют какую-то либо сопутствующую патологию, которая и так усугубляет сама по себе первичная патология. Это пациенты с сахарным диабетом. Очень много пациентов с гипертензией. Это, хотелось бы отметить, почти 30% это с ожирением. Пациенты точные, их тяжело оперировать. И послеоперационные риски у них выше. И имелось у пациентов до операции, ХПН первой степени отмечалось тоже не в маленьком проценте, 14%. Выводы. Конечно, выполнение двухсторонней резекции почки при синхронном процессе позволяет сохранить функциональную паренхин поражённого органа. Не существует абсолютных таких консенсусов, которые бы определяли подходы или поэтапность. Но в нашем центре мы предпочтение отдаём именно поэтапной двухсторонней хирургии, органосберегающей при синхронном раке с подходом на меньше поражённую почку. Тогда, когда мы имеем возможность, в дальнейшем при потере почки с противоположной стороны, с большим её изменением, у пациента будет сохранная почка, которая проживёт без гемодиализа. При метахронных раках почки, конечно же, лучшим этапом будет, если пациенту сохранить изменённую, единственную почку, в отличие от того, что если её убрать. Конечно же, не теряя радикализма. Пациенты живут дольше с остатком опухолевой почки, даже небольшого кусочка. Они не живут меньше и не погибают от онкологии быстрее, в отличие от нефректомии. Спасибо. Спасибо.